МОБИЛИЗАЦИЯ Ну все, парни, всем добра! Когда объявили частичную мобилизацию, тогда поднялась народная волна. У людей в голове возник страх, а вдруг там завтра окажется мой близкий и знакомый. И на следующую, буквально через несколько дней отправку, мы уже то, что смогли с девочками, мы уже закупили. Это были спальники, это были карематы, это были теплые варежки и носки. Я родилась в маленьком городке, я родилась в Уксовске. Всю жизнь я любила Барнаул, не знаю почему, до безумия его любила. Любила с детства сюда приезжать с бабушкой, гулять по старому городу. У меня всегда на первом месте стояла работа. То есть я работала, работала, первого ребенка я родила в 34 года, а потом они каждые 4 года как по расписанию стали появляться. Вчера сын подошел и говорит, мам, дай мне денег, я пойду в наш магазин. Я говорю, зачем? Он говорит, я давно солдатам еды не покупала. Они пишут письма, они делают поделки. У нас дома все уклеено обратной связью. Ребятишки уже сделали изделие, да? Я смотрю, раскраска идет полным ходом. А я красным. Ты красным. Когда у нас ребята уходили на СВО, они уходили, будучи любимыми семьей, женой и детьми. Ребята вернутся совершенно другими. И мы работаем именно с семьями в психологическом плане. Дабы родители могли провести время со своими детками, мы проводим совместные мастер-классы. Но у нас же как психологический барьер, да? Я не буду работать с психологом, у меня с головой все в порядке. Да мы работаем с психологами не потому, что у вас с головой плохо, а именно потому, чтобы вас раскрепостить немного, немного отвлечь. И дозированно дать ту информацию, которой вы готовы в настоящий момент. Чтобы потом у вас, как говорится, глаза не округлялись, когда они вернутся. Ведь вы идете по лесу, гуляете, говорите, а какие елки посадили, посмотри, какой дендрарий, какие цветы. А муж, он идет рядом с вами, и он в это время ищет, а где растяжка. А там не дроз, там дрон. То есть, понимаете, у них другое восприятие. Яблочки шикарные. Сейчас какое-нибудь хорошее стряхнем. Сын, я тебе подаю, а ты в ведерк. Дачей занимаемся, потому что, ну, наверное, душа хочет отвлечься от города, от суеты. Что-то по соседям раздаем, угощаем всех, потому что пожилых людей в доме много. Часть отдается урожая, конечно же, для наших девочек на сушку, на переработку. У нас налажено производство по сухим продуктам, не требующим варки. Естественно, они это все перерабатывают, режут, сушат, изготавливают. Яблоки, например, они сушатся и идут потом либо в компоты, либо в каши добавляются. Сейчас мы все выложим. Суп грибной, суп фасолевый. Это полноценный рацион питания. Мы берем на фабриках мясо, вывариваем его, высушивают бульонные, табуленные курицы. То есть все идет в ход. И на фронт это уже уезжает готовым полноценным рационом питания. То есть они пакетик залили и 5-6 человек спокойно покушали. Кидают мальчишек на боевое задание. Это 30-40 километров пешком. Он идет в боевой комплект, несет на себе. Машины туда не могут проехать, их дронами разбивают. И максимум он может взять с собой сухих супов, каш, киселей, компотов. Чтобы это было легко. Моя война, она здесь. Победа, она куется на штеках тыла. Если мы здесь не объединимся и не поддержим наших ребят, там они не вернутся. Если у них не будет поддержки в виде питания, обмундирования, сетей, колес, амуниции, дронов. Сейчас это дронобойки и дробь, то есть для сбивания дронов. Ну, это будет совсем очень тяжело. У АСИК стоит, 518 номер, его загоняйте. В настоящее время численность волонтерского движения у нас составляет более полутора тысяч человек. Работаем мы сейчас в пяти направлениях деятельности. То есть это изготовление сухих продуктов, это плетение сетей, это сбор гуманитарной помощи, это краевая логистика. То есть все волонтерские движения с края у нас собирают, привозят сюда, мы осуществляем отправку. У нас была ситуация в конце прошлого года, в декабре месяце. Я была на девятом месяце беременности, и у нас отправлялись фуры с грузом. Это были последние фуры в этом году. Это был жуткий мороз, я приехала на базу для того, чтобы грузить. И у меня груз, он просто не вошел в фуру. Я как девочка пятилетняя. У меня были слезы градом, потому что я понимала, что у меня на новогодних праздниках полк на прорыв пройдет. Там были и дроны, там были и бронежилеты. То есть это то, без чего мальчишки не могли идти на прорыв. Я, наверное, тогда весь Алтайский край на уши подняла. Мне позвонили с правкома губернатора, и они говорят, Степаненко, Игорь Борисович, поддержал, ну, в курсе вашей ситуации. Мы, говорит, сами скинулись на фуру, сами работниками правкома, работниками администрации, ищите фуру. Мы отгрузили эту фуру, и она ушла. Тыл, он должен быть един. Когда мы едины, когда одна единая большая стена стоит за нашими парнями, и они знают, что в какой-то момент они могут на эту стену облокотиться, и она не рухнет, они тогда с другим настроем идут. И они знают, что когда у них будет проблема и не будет какого-то обеспечения, то дом их поддержит, дом их не бросит. Субтитры создавал DimaTorzok